Добрый день, уважаемые коллеги! Одной из мер обеспечения верховенства закона является развитие пенитенциарной системы страны. О том, какие изменения происходят в этой сфере, нам расскажут наши спикеры. У нас в гостях председатель комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан, генерал-майор юстиции Баужан Маратович Бердалин, а также директор департамента государственного языка и информации Министерства внутренних дел Республики Казахстан Алмаз Кадербекович Садубаев. Уважаемые гости, добро пожаловать. Баужан Маратович, пожалуйста, вам первое слово. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, добрый день. Сегодня я проинформирую вас о текущем положении дел в уголовной исполнительной системе. Мое выступление будет основано на тех вопросах населения, которые направляются в наш адрес. Активная позиция Казахстана в мирном сообществе требует постоянного совершенствования уголовной исполнительной политики, которая осуществляется в соответствии с минимально стандартными правилами, принятыми ООН по обращению с заключенными международным пактом о гражданских политических правах, одобренных парламентом Казахстана в 2005 году. Из года в год растет интерес к министеральной системе страны, и это не случайно. Нам исторически досталось печальное наследие. Как известно, на территории Казахстана были размещены самые крупные лагеря – Карлак, Степлак, Алжир, а также другие структуры ГУЛАГа. Официальная статистика свидетельствует, что за годы репрессий в казахстанские лагеря было сослано более 5 миллионов человек. Тем не менее, получив такое наследие, пенессарная система страны находится в современном тренде, успешно развивается и совершенствуется. Одной из особенностей является то, что уже более года Комитет УИС работает в условиях применения нового уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-профессионального законодательства, определивших дальнейшую парадигму развития органов исполнения наказания в целом. Применение этих законов, судебная практика и, самое главное, эффективная работа персонала колоний и законопослушного поведения самих осужденных способствуют резкому сокращению численности их в колониях. В текущем году из колоний освободилось более 5 тысяч человек, за последние полтора года более 21 тысячи. В том числе на 15% увеличилось количество освобожденных условно-досрочно. Более чем полтора раза возросло количество замен, неудобно части наказания более мягким. В итоге, на сегодняшний день Казахстан по количеству лиц, содержащихся в колониях, в расчете на 100 тысяч населения занимает 61 место. Если вы помните, в 2002 году Казахстан занимал третье место в мире. Хотелось бы отметить, что в современное время через места лишения свободы прошло уже более миллиона человек. А если к ним добавить их родственников, друзей, то получится 5-6 миллионов человек, жители Казахстана касались деятельности пенитенциальной системы. Это мы учитываем в своей работе. В связи с сокращением численности осужденных, руководством МВД изучены все вопросы, было принято решение о ликвидации некоторых учреждений с наиболее худшими коммунально-бытовыми условиями. Так, за последние полтора года в стране были оптимизированы три колонии закрытого типа, из них две больницы для лечения больных, туберкулезно больных. А до конца текущего года планируется сократить еще ряд колоний. Это позволило нам улучшить материально-бытовое обеспечение, ведь все осужденные приговором суда лишены только свободы, и мы обязаны обеспечить их всем необходимым. В 2015 году увеличили квадратуру нормы жилой площади на дно осужденного для мужчин с 2,5 метров до 3,5, для женщин до 4 метров, в больницах и воспитательных колониях с 5 до 5 и 6,5 соответственно. Хочу отметить, что эти нормы в Казахстане кардинально не пересматривались со временем обретения независимости, и только сегодня появилась такая возможность. Сегодня в результате принимаемых мер в самих учреждениях преступность сократилась на 50%, взносных правонарушений стало меньше на 48. В результате принимаемых мер взаимодействия с общественностью, что немаловажно, количество жалоб на неправомерные действия самих сотрудников уменьшились в 7 раз. В соответствии с принятым до 2 ноября 2015 года законом в целях выражения мнений гражданского общества по общественно значимым вопросам, в МВД создан общественный совет, куда вошли авторитетные люди, известные люди страны. Первые общественные слушания состоятся 17 июня и будут посвящены тематике уголовной исполнительной системы. Вы видите, как руководство МВД уделяет большое внимание пеницезарным учреждениям. Важное значение имеет воспитательный процесс. Это сердцевина всего нашего исполнения наказания. Это многогранная большая работа культурно-массово-спортивного характера. Взаимодействие с общественными и неправительственными организациями. Хочу отметить, что состав осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, является многонациональным. И поэтому мы уделяем особое внимание совместной работе с религиозными конфессиями, которые за истекший период 2016 года посетили более 800 раз. Количество верующих составляет около 4,5 тысячи человек. С 2013 года в Казахстане функционирует национальный превентивный механизм. За истекший период 2016 года ими осуществлено 45 посещений, по итогам которых были вынесены рекомендации по улучшению деятельности и обеспечению прав осужденных. Также в колонии функционируют 104 учебных заведения, в том числе 5 средних школ, 34 вечерние и 47 лицеев. За прошедший учебный год получили аттестаты и свидетельства о среднем образовании более 1200 осужденных. А также обучаются по различным наиболее востребованным рабочим специальностям около 3,5 тысяч человек. Понимаете, как важно, потому что после освобождения люди обычно пытаются найти работу, и это они быстрее вливаются в общество. Как известно, осужденные находятся в длительное время в местах лишения свободы, как правило, постепенно утрачивают социальные и родственные связи. В целях недопущения этого мы организовываем различные мероприятия, так и в текущем году проведено 40 дней открытых дверей, в которых приняло участие около полутора тысяч родственников. Наряду с этим на сегодня в учреждениях работают 269 психологов. Они проводятся с осужденной консультативной психокоррекционной работой. За последние годы приняты ряд направленных на вылучшение производства хозяйственной деятельности, предприятий УИС и создание дополнительных рабочих мест. Наряду с изготовлением металлоизделий, офисной, школьной мебели, страницных материалов, мы занимаемся сельским хозяйством, животноводством, растеневодством, птицеводством. Предприятие УИС полностью обеспечивает осужденных сельхозпродукцией, вещевым имуществом, постельными принадлежностями, а также личный состав УИС форменного модирования. В результате принятых мер трудозанятость осужденных составляет 55% от всей трудоспособной численности. В разы увеличилось возмещение материального ущерба, причиненного преступлениями. Сегодня стоит вопрос о наделении учреждений УИС правом производственной деятельности, мы на это очень надеемся. Проводится работа по строительству. Практически за эти годы, последние, когда 7-8 лет, многие из долгостроев находились в состоянии консервации, так нам удалось построить все эти колонии, которые были начаты в 2003-2004 годах. Наконец мы это закончили, и сейчас эти колонии современного типа с камерным содержанием. Это в Казварде, в Атраву, и мы достраиваем колонию в Алматинской области. Также много колоний у нас отремонтировано, особенно мы обращаем внимание на лечебные учреждения, то есть так называемые наши больницы. Принимаются меры по модернизации пенсиональной системы в рамках государства частного партнерства. Определен 34-м шагом плана нации. В настоящее время ведется разработка необходимой документации для строительства современной колонии на 1500 мест в городе Шимкенте. А также выделено еще 5 земельных участков в городах Астана, Петропавловск, Казаларда, Караганда, Уральс, где планируется строительство новых учреждений в рамках государства частного партнерства. Наряду с этим сегодня перед нами стоит задача по внедрению электронных средств слежения, потребность которой для уголовной исполнительной системы составляет около 5000 единиц. В соответствии с действующим законодательством, под электронный мониторинг подпадает осужденный к различным видам наказаний, не связанных с лишением свободы. В Республиканской бюджетной комиссии были выделены денежные средства на 2015 год 2,4 млрд тенге, предназначены не только для закупа электронных браслетов, я подчеркиваю, а также для разработки программного обеспечения, что-то очень дорогостоящее, проектной документации, приобретение компьютерного, телекоммуникационного, северного оборудования и так далее, которые позже были секвестированы. С тех пор на эти цели не было выделено ни одного тенге. В настоящее время работа проводится в двух направлениях. Это, опять же, первое, реализация проекта за счет бюджетных средств, при условии получения положительных заключений у полномочного органа, и второе, в рамках государства частного партнерства. Стоит подчеркнуть, что в любом случае реализация проекта ГЧЭП будет возложена на ту компанию, которая будет определена в результате открытого конкурса. То есть это частные компании несут свои затраты, внедряют это все в производство, так выпускают эту продукцию, а затем уже они будут или в аренду браться, или будут предоставлены государству за определенную цену. В текущем году в МВД обратилось несколько таких компаний. Это КАС Технологич и Инновейшн, также КАС Космос и ряд других компаний. Но в любом случае эти концепции в настоящее время рассматриваются. Мы должны понимать, и мы понимаем, что эта система не просто сами браслеты, это система управления. Я думаю, если будут вопросы, я отвечу подробно на эти заметки. На результате сегодня в Казахстане успешно развивается институт пробации, где мы уже имеем положительные результаты. Как показывает анализ, ежегодно растет число лиц, прошедших по ее учетам. Только с начала этого года их количество составило 36 тысяч человек, что на 26% больше. Однако, несмотря на это, достигнуто снижение повторно совершенных преступлений на 11% среди этой категории, и находящееся в розыске стало меньше на 16%. Не останавливаясь на достигнутом, нами проводится работа по дальнейшему совершенствованию деятельности создания новой модели службы пробации в рамках реализации 33-го шага плана нации. Так, при поддержке Евросоюза мы разрабатываем концепцию законопроекта о пробации, а также комплексную стратегию социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы. Что касается работы с кадрами, то нами на постоянной основе принимаются меры по улучшению воспитания кадрового состава. Особое внимание уделяем профессиональной подготовке. В результате проводимой работы факты совершения сотрудников правонарушений преступлений уменьшились на 22%, а за последние годы они сократились в 4 раза. Если раньше совершалось примерно 100-160 преступлений сотрудниками, то сейчас от 42 и меньше. Мое выступление было бы неполным, если бы я не обозначил имеющиеся проблемные вопросы. Может показаться, что такая нужна картина. Вместе с тем имеются большие проблемы в системе. Это нехватка медицинских работников, которые сегодняшний день укомплектованы лишь наполовину. Вопросы отбытия наказаний женщинами. Это большой социальный вопрос, не только касающийся нашей системы. Их у нас сейчас 2030 человек. Не секрет, что зачастую их мужья отворачиваются от них, дети отворачиваются, знакомые отворачиваются. Когда женщина освобождается, практически ей некуда идти. И они вновь становятся на путь совершения преступлений. Большой вопрос стоит с теми детьми, которые воспитываются в домах ребенка в колониях, или те дети, которые рождаются внутри колонии. Это большая социальная проблема, ее надо решать. Надо, наверное, шире использовать отстройки исполнения наказания в отношении таких женщин. И если мы думаем, что когда, например, осуждают мужчину, то жены ждут. А когда женщин, то получается, что практически все отворачиваются. Это большая социальная проблема. Считаю, что более гуманим было бы шире использовать не только отстройки исполнения наказания, но и другие виды, может быть, ввести другие какие-то статьи. То есть надо эту проблему решать. Следующие – производственные вопросы. Это очень сложный вопрос. Загрузка предприятий. Практически, если раньше по правилу Советского Союза это было все на уровне госзаказа, в настоящей время в рыночной экономике, нам тоже нужно подумать, как это дело более эффективно организовывать. Следующий – преступность среди несовершеннолетних. Да, конечно, можем говорить, что количество преступлений сокращается среди несовершеннолетних, но, видя какой характер этих преступлений, дерзкие виды преступлений, так, мы тоже должны подумать о подрастающем поколении. Уверен, что принимаемые меры по дальнейшему реформированию и модернизации уголовного исполнения системы, позволят максимально привлечить ее к международным стандартам. Обеспечивая в местах лишения свободы и соблюдения конституционных прав осужденных, мы способствуем максимальной защите интересов законопослушных граждан, государства и общества в целом. Спасибо за внимание. Благодарю вас, Бағжан Маратович, Алмаз Хадарбекулы. Келесе сөз кезеге сезеге сезеге. Бұл айтарлықтай көрсеткіш. Бұл қайдан туындады. Бұл осы сонғы жылдары қабылданған заңдармен кодекстерге және де гуманизацияның арқасында осында жетістерге жетіп отырмыз. Менің айты кеткін келгені бұл ең басысы осы жылдың өзінде біз шарты түрде және мерзімнен бұрын босылған азаматтарды бостандыққа шығардық. Оның саны 5 мүнгдан асты. Бұл осы жүйедегі атқарлып жатқан жұмыстар және де тұрмыстық материалдық жағдайларын осы түзімекемелерін дұрыстауға септігін тегізді. Осы Қазақстан тәуелсіздік алған жылдардан бастап тұрғын алаң нормасын біз қарастырмаған едік. Осы 2015-ін шылу өткен жылы бұл норманы қарастырып, біз ер азаматтарға 2 жарым пайыздан 3 шаршы метрге дейін, ал әйел азаматтарына 4 шаршы метрге дейін. Осы тұрғын нормасын ұлғайтып, олардың жағдайларын жақсартуға мүмкіндік жасалды. Сонымен ғатар, біз қазіргі уақытта қабылданған шаралардың нәтижесінде түзеу мекемелеріндегі жазасын өтеушілердің қылмыс санында азайтыға мүмкіндік берді. Енді оларын қылмыс саны елі пайызға дейін қысқартылды. Бұл дегі үлкен көрсеткіш, ондағы жазасын өтеушілер ол дұрыс жолға түсіп, өз мүмкіндіктерін алу көректе бесеттейміз. Сонымен ғатар, осы түзеу мекемелеріндегі біздің қызметкерлерінің үсінен түсетін арыш шағындарда жетесіге дейін азайып отыр. Бұл да үлкен көрсеткіш. Бұның бәрі жан жақтыға үшкістер министерлігінің тарапынан атқарылып жатқан жұмыстардың нәтижесінде деп есептеймін. Сонымен ғатар, жаң бау жармаратылды атап өтті біз үшкістер министерліңде қоғамтық кенес құрылды. Осы жылдан бастап елбасының жүз қадарының аясында нақты саңы түрде жұмысын бастады. Бірнеше шаралар өткізді, бірнеше кезесілер өткізді. Онында белгілі еліміздің қоғам қайраткерлері, үкіметті кемес үйімдардың өкілдері, басшылары, өз пікірлерін айтып жатыр. Осы маусымның 17 сүгіні, осы қоғамтық кенесінің кезекті отырысы, осы қылмыстық атқыры жүйесінің арғай жетілдіру жайынды сөз қозғамақ. Онында да біз біраз мәселелерді шешеміз ғой деп өзі месептеймін. Сонымен қатар, біз ол түзі мекемесіндегі азаматтардың жанжақты психологтармен кездесуын, түрлі дүн өкілдермен кездесіп, олардың дұрыш жолға салынуына да көп көңіл бөлеміз. Олар бостандыққа шыққан соң, арқарай қалыпты жағдайда өз өз қоғамға орнық кетуі керек. Ал ең түзі мекемесін келген соң, біз сонымен қатар, колонияларда көп деген азаматтар бізде бас бостандыған айрылған соң, білімдері болмайды. Осыған байланысты бізде қазір көні 104 оқы орындары бар. Олар мектептер, орта мектептер, кешік мектептер және де лицейлер. Осында олар азаматтар білім алады, билғы оқы жылы өздеріңіз білесіздер бітті. Осы оқы жылың өзінде 1200-ден астам бас бостандыған айрылған айтыстат алып шықты. 3.500-ден астам азамат осы бас бостандыған айрылған түрлі маман елері атанып шықты. Бұл дегеніміз үлкен көрсет күштебе септейм. Соныттан да оларды осы түзеу мекемелерінде кәсіп орындарды біз және жақты жетілдіріп жатырмыз. Түрлі жиқаздар мен, метал өнімдер мен, киімгешектер мен, онығы кәсіп орындарды осы жаз өзін өте үшілер жұмыспен қамтылған. Осы атқалған жұмыстарын есемде 25 паезға жоқ осы бас бостандығынан айрылған азаматтарын 25 паездің астамы жұмыспен қамтылғы отыр. Бұл да айтарлықтай шаруалардың бірі. Сонымен қатар, мен тағы ек басты ұлтшоспарында көрсетілген бізде, білесіздер, мемлекеттік жекеменшік сергтестік. Осы мәселергі тоқталың келі отыр. Бізде мемлекеттік жекеменшік сергтестік аясында осы нақты түсі мекемелерін салы жоспарланып отыр. Шымкент қаласында 1500 адамға арналған түсі мекемесін салы жоспарланып, қазіргі жұмыстар басталып кетті. Онда заманауи, қазіргі заманға сайкес камералық түсі мекемелерін салы, онда инвесторлар тарту. Біз бюджет қаражатына бұл бірден салы өте қиынға сұғат, ол оңай шаруамез, көп қаржын талап етет. Бұл әлемдеп ол жатқан жаңашылық соңтан да біз осы Ұлы Британия, демесе Америка құрамаштаттары 10 жыл бұрын, 10 жақты жыл бұрын бастаған осы әдісті біз қолға алып, консессия түрінде осы инвесторлар тартып, түсі мекемелерін бастауды қолға алдық, сонымен қатар бұл жертелімдері бүгінгі таңда Петропавл, қызылорда, қарағанды, орал қалыларында да бөлініп, осы түсі мекемелерін салы жоспарларыны отыр. Бұл ең басысы бізде оныңдағы қасып орынды жетілдіруге, камералық жүйеде ұстауға мүмкіндік береді, сонымен қатар олардағы жұмыс пен баспустандығын айрылған азаматтар жұмыс пен қамтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар тағы бір үлкен мәселе бұл электрондық білезік. Көп деген бұқаралық ақпарат құралдары бұл түсінбей жатыр. Остан 2014 жылы, 2015 жылға бізде 2 миллиард 400 миллион тенге бюджеттің қаржы бөлінген электрондық білезіктермен осы қамтамасы сетуге. Бұл үлкен септігін тигзет, бұл керек дүние. Бізде көп деген азаматтар бұны журналисттер қауымыда түсінбей жатыр. Бұл білезікке шығады да ортақ сумасын шығарып, білезік өте жоғары қымбат деп неші түрлі пікірлерді айтыл жатыр. Жоғ, ол бұл аймес. Ең басысы біз ол білезікті сервері қамтамасы сетуіміз керек, ол үлкен бағдарлама. Ол білезік сол азаматқа тауға ыңғайлы болу керек, ол еркін алып түсталымау керек, ол қамтамасы сетілі керек түрлі. Сонтан да біз әр бір осы 278 аудан болса, осы ауданда біз арнайы экрандар, мониторлар мен серверлік жүйімен қамтамасы сетіп, оны кейбір азаматтар бар, бізде сол ауданнан шоуға болмайды, үйінен шоуға болмайды, немесе қоғамдық орындарға баруға болмайды, осы жүйі арқылы біз, экрандар арқылы біз қадағылап отырамыз. Ол әкрандар аудан дұрмақтылса, ол әңген өбілі ауданды бақылайды, ол әбілістарды біз өсі қылмыстыға тқыры жүйесінде комитетінде орналасы қамтамасы сетілі мониторлар арқылы, республика бойынша қадагалап отырамы мүмкін түкереді. Сонтан да өсі қалғымен сіздерге айтып кетіп жүнсін адым. Сізге Капрахмет, на этом, уважаемые коллеги, мы переходим к вопросам. Пожалуйста, первый вопрос. Бенюст vagy IZ, мы вас слушаем. Скұқы біз қа біз қазірап отырам誓арда жақтымыздар drive- aprendек серген BNUH. Спасибо. Сюда входит и питание, и заработная плата сотрудников, и коммунальные услуги, то есть весь комплекс тех затрат, которые у нас в пенсиональной системе. Хочу отметить, что на Западе, в развитых странах где-то уходит 8 тысяч долларов. Вот примерно сумма такая. Благодарю вас. Следующий вопрос, пожалуйста. Казарадио. Адельхан Алимесов, Казахское радио. Я бы хотел узнать, как известно, ряда других стран работники тюремной системы получают очень хорошую заработную плату. Вот какова ситуация в Казахстане, и по поводу кадров можно остановиться. Спасибо. У нас зарплата такая же, как у всех сотрудников органов внутренних дел. Единственное, что есть такие возможности, когда человек работает на особом режиме, он получает определенную надбавку. Также на строгом режиме тоже получает определенную надбавку. А так, в принципе, у нас унифицированы все у нас оклады. Таких отличий особых нет. Но единственное, у нас еще есть льгота такая. У нас служба засчитывается год за полтора. То есть год заслужил, считается полтора года. Это преимущество сотрудников уголовно-исполнительной системы. Благодарю вас. Следующий вопрос, пожалуйста. 24КИЗ. Гульнара Тарсунова. Скажите, пожалуйста, подробнее на русском. Как обстоит ситуация с трудоустройством экс-осужденных? Потому что дискриминация все равно есть. И мы снимали, в частности, сюжеты. Людям сложно найти работу. Вот конкретно, если можно, цифры. Допустим, сколько было освобождено и сколько по факту нашли работу. И во время отбывания наказания, а вот где работают обсужденные? Насколько они, скажем, окупают свое местонахождение в учреждениях? И какова ситуация с рецидивными преступлениями? Спасибо. Благодарю вас за вопрос. Спасибо за вопрос. Он большой, объемлющий. Касается не только пенцинарной системы, но, в общем-то, мы можем видеть, как это все происходит. В самом системе у нас трудоустроено 55% трудоспособных, не от всей численности, а трудоспособных. Поэтому сейчас большая ведется работа по загрузке предприятий. Мы также идем на заключение контрактов с различными организациями, которые дают нам заказы. Допустим, с акиматами, бизнес-структурами. Затем мы предоставили свою производственную площадь для предпринимателей, бизнесменов, для индивидуальных предпринимателей. Если раньше у нас ни один индивидуальный предприниматель не мог зайти в колонию работать, но в настоящее время у нас их более 100. То есть вот такая работа, проводимая по изысканию различных заказов, она приводит к каким-то результатам. Поэтому имеем такую цифру. Раньше эта цифра была у нас 30%, потом 35%, сейчас 55%. Но это большой блок вопросов, поэтому в настоящее время мы ставим вопрос о создании собственного производства, потому что у нас производство сейчас возложено на республиканские государственные предприятия, а сама колония не имеет права заниматься производственной деятельностью. Это в силу различных законов, нашего статуса и так далее. Теперь мы ставим вопрос, чтобы сами колонии могли заниматься производственной деятельностью, как это было раньше. Второе. Как они находят работу уже на свободе? Это, конечно, обязанность местных исполнительных органов. Имеются квоты определенные. В различных областях, в регионах по-разному. Где-то 1%, где-то 2%. Мы всегда ставим, чтобы эта квота всегда увеличилась для тех, кто освобождается с места лишения свободы, чтобы могли найти работу. Тем более мы их обучаем. Вот посмотрите, мы обучаем их востребованной рабочей специальности. Сейчас, например, очень сложная эти квалифицированные техники, газоэлектросварщики и так далее. Они получают профессию в условиях колонии. Поэтому мы их готовим к освобождению. И когда они приходят уже на свободу, там они имеют такую специальность, легко находят работу. Ну, проблема, конечно, есть. Дискриминация, как вы говорите. У нас было всегда, что если ты судимый, если ты совершил преступление, то ты, значит, вроде как не способен работать. Конечно, такая есть. Вы правы тут абсолютно. Спасибо. Благодарю вас. Пожалуйста, следующий вопрос. Представьтесь. Здравствуйте. Тамара Сергазина, Ордком Киезет. У меня также вопрос по кадровому обеспечению. Ну, ни для кого не секрет, да, что работа в уголовно-исполнительной системе очень специфическая. Скажите, как у вас решается кадровый вопрос? Какие требования вы подъявляете к своим специалистам? Возможно, они какие-то завышенные, да, или там особенные. Расскажите, пожалуйста. Спасибо. Да, это очень серьезная проблема. Мы обучаем кадры и готовим в нашей Академии МВД. Мы не только ограничиваемся этим, что в специальных училищах или в Академии готовим, так. Мы привлекаем людей, которые находятся с горожанки, так называемые, переобучаем их, направим на курсы повышения квалификации и принимаем со стороны. Потому что у нас не хватает психологов, особенно не хватает у нас врачей. Если взять, то у нас не хватает 40% врачей. Не идут из-за низкой заработной платы, из-за, конечно, самое главное, из-за опасной работы. То есть человек находится в непосредственном контакте. Наверное, единственная наша служба во всей программной системе, которая работает непосредственно с преступниками. Общается ежедневно с утра до позднего вечера, постоянно работает с ними, воспитывает, обеспечивает и так далее, и так далее. Поэтому многие опасаются идти. Но, тем не менее, мы работу проводим. Участвуем во всех ярмарках, вакансиях и так далее, и так далее. Я думаю, что в конце концов мы эту проблему разрешим. Спасибо. Благодарю вас за ответ. Пожалуйста, следующий вопрос. Представьтесь, возьмите микрофон. Пожалуйста, возьмите микрофон, наши коллеги вам передадут. Возьмите микрофон, пожалуйста. Журнал «Исполнение наказаний», журналист Макзумова. Уважаемый Баужан Маратович, в последнее время в газете «Время» поднимается проблема электронных браслетов, слежения. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Спасибо. Спасибо за вопрос. Если брать конкретно, мы назвали газету «Время», то я думаю, каждый корреспондент имеет право на свою точку зрения. Но здесь, в этом случае, говоря о национальных особенностях проекта, как там выражается словами же корреспондента, найти изрядную, так сказать, ложку дегтя в бочке меда, то ее бы не пришлось бы искать, если бы он сделал просто запрос к сотрудникам МВД и получил бы квалифицированный ответ. Во-первых, о тех выделенных деньгах, они, конечно, были выделены, но в конце концов они не дошли, потому что ряд должностных лиц, а также экспертная комиссия Министерства экономики, предложила создать собственное производство. И потом эти деньги были секвестированы и возвращены в бюджет. То есть ни одного теина в МВД не поступало. Это первое. Второе. Все понимают, что, как вот сейчас наш уважаемый коллега сказал, все понимают, как это так просто, что берешь, покупаешь браслет, так, и занимаешься контролем, электронным контролем тех своих подопечных. Но самое главное-то не это, самое главное-то это программное обеспечение. Так, обеспечение каждого района, их у нас 278 районов, так, нужно обеспечить систему управления. Сюда входят не только программное обеспечение, сюда входят сервера, аппаратура. То есть все эти вот те моменты, которые сопровождают все это электронное слежение. А мнение там вот было российского специалиста, понимаете, если, конечно, слова этого российского специалиста приведены точно, то я считаю, что это слова, так сказать, мягко сказать, некорректные. Потому что браслет, который определяет контроль родителей и ребенка, это все это обычный простой браслет, так. А наш браслет, который нам нужен, он, у него, во-первых, зарядка трехлетняя, так, а то зарядка, допустим, 48 часов. Наш браслет может определить, ведь, посмотрите, наших подопечных мы не только, допустим, ограничиваем не выходить из дома. Мы определяем различные виды запретов. Кому-то нельзя ходить в ресторан, так, кому-то нельзя выходить вообще из дома, кому-то не нужно посещать какую-то семью. То есть различные виды. Если, например, при принесении приговора суд определяет, применять к человеку простой или нет. А если он находится в службе пробации, это определяет офицер пробации. На себя берет такую ответственность, понимаете. И поэтому вот эти деньги, которые сейчас отрабатываются на два варианта, за счет бюджета, а второй за счет государственного частного партнерства. Это частный инвестор сам вкладывает свои деньги, так, организовывает производство, выпуск таких браслетов, а затем уже выбирается в определенной форме, как мы будем его использовать. То есть здесь вот понятия как-то перепутаны. Поэтому я думаю, что прежде чем вот такие интерпретировать, толковать эти все понятия, нужно все-таки запросить у квалифицированных специалистов ответы. Спасибо. Благодарю вас, Боржан Муратович. Уважаемый коллеги, время нашей работы ограничено. Буквально два-три последних вопроса. Пожалуйста, возьмите микрофон, мы вас слышаем. Представьте. Жадар Амар Захметова, профмедиа кезет. Мену сурагма алмазка дырбеколы нам. Жалпы сутталғандардың жай күйіне қаншалықты назар аударылбы отыр. Служу, дядь, как персенчат, Рахмет? Сутталғандардың жай күйіне жаңа ата өткенде үлкен назар аударылат. Ең басы бұл құмыстыға тқару жүйесінде 269 психолог бар. Бұл психологтар күнделікті сол жұмыш жасайды. Жаң айты отырым, өттілудің конфессияларының өкілдерімен де кезе жүрлеріп күземіз. Психологтармен күнделікті жұмыш жүр күземіз. Олардың оңтайландырып, осы қоғамға қайта оры алып, арғай өмір сүріп кеті өне жағдай жасау көрек. Ата айтып тұрғандай түсі өмек емес. Соныттан да біз осы жылдың басынан бастап, пенсиарлық психологтар бір жарымыңынан астам осында кезе жүрлер өткізіп, олардың осы бостантыққа шыққан соң, әйті өмек емес. Бұл әйті өмек емес. Жіздрым әйті өйті өмек емес. что вот так у нас идет лечение от туберкулеза, это очень такая тяжелая болезнь, как вы все знаете. Мы ликвидировали колонию в Павлодаре и ликвидировали колонию в Вологаровке, так раньше называлось село, это как в Читавской, в Акмальдинской области. Сотрудники у нас все размещены, все трудоустроены до одного человека. Вот так же мы идем по пути уже дальнейшего сокращения, определяем те учреждения, которые на наиболее худшем положении. То есть у нас такого нет, что сотрудник не нашел работу, мы обязательно его трудоустроим. Боржан Муратович, Алмаз Кадрубекович, позвольте поблагодарить вас за участие на нашей пресс-конференции, за разъяснение развития пенитенциарной системы страны. На этом время наша работа подошла к концу, мы благодарим всех за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова